Всем привет! Добро пожаловать на наш второй разговорный тренажёр. И сейчас мы с вами поговорим про настоящее время, present simple. Итак, первое, что мы увидим... He likes to travel in August. I like to travel in January. Здесь мы видим две вещи. Первое. У нас стоит два глагола подряд. He likes to travel. Он любит путешествовать. Так же, как и в русском языке, у нас второй глагол, путешествовать, стоит в первой форме. И вот это т равняется как бы to в английском языке. Он любит что делать? Путешествовать. Так же, как и I like to travel. Я люблю путешествовать. Изменяется только глагол, который принадлежит, как бы является действием подлежащего. Того, кто совершает действия. Кто любит-то? А ещё мы здесь видим, что у нас есть буковка S с he should eat. He likes to scare people. Экзотический монстрик he should eat. Любит пугать людей. He likes to scare people. Когда мы говорим про одного мужчину, или про одну женщину, или про вообще любого одного человека постороннего, или же про одну вещь, которая что-то делает, то в этом случае мы добавляем S в конце. Во всех остальных случаях I, you, we, they – мы не добавляем никакие окончания. Мы просто берём глагол, как он есть в словаре. Окей. Посмотрим, например, I like to sing. Я люблю петь. Сейчас вы увидите несколько предложений на русском, которые я сразу же назову на английском. Пожалуйста, проговорите вслух вместе со мной предложения по-английски. Хорошо? Договорились. Поехали. Я люблю путешествовать. I like to travel. Мы любим гулять. We like to walk. Я люблю учиться. I like to study. Она любит приходить домой. She likes to come home. Я люблю пить кофе. I like to drink coffee. All right. Отлично. Теперь поговорим про него. Итак, он любит путешествовать. He likes to travel. У вас есть подсказка наверху и в центре. Как только вы увидите предложение по-русски и услышите, произнесите, пожалуйста, сразу это предложение по-английски, используя все подсказки, которые видите. Окей? Отлично. Давайте начнём. Он любит качать мышцы. Он любит ждать её. Он любит мечтать. Он любит работать. Он любит ходить на прогулку. Отлично. Если времени было маловато, пожалуйста, поставьте сейчас на паузу и произнесите эти предложения на английском. Давайте проверим, что получилось. Отлично. He likes to work out. He likes to wait for her. He likes to dream. He likes to work. He likes to go for a walk. Отлично. Пожалуйста, перемотайте в начало части проверка, где я произношу вот эти предложения и произнесите их вслух вместе со мной, одновременно. Окей. Отлично. Теперь поговорим про неё. Она хочет есть. Видимо, она голодная. She wants to eat. Используя все подсказки, давайте произнесём сразу же предложение на английском, как только вы услышите его по-русски. Окей? Она хочет спать. Она хочет расслабиться. Она хочет купить это. Она хочет путешествовать. Она хочет пить. Так, если времени было мало, сейчас самое время поставить на паузу и произнести эти предложения по-английски всё равно. Так, давайте проверим, что получилось. She wants to sleep. She wants to relax. She wants to buy it. She wants to travel. She wants to drink. Окей. Отлично. Поставьте, пожалуйста, на паузу. Ещё раз произнесите вслух эти предложения на английском. Поговорим про смешанный вариант. Мы будем говорить о том, что мы хотим, что они хотят, что он хочет, а также, что он любит, мы любим, я люблю, да, и так далее. Используйте, пожалуйста, подсказки. Готовы. Мы любим готовить. Они любят танцевать. Так. Она любит играть в баскетбол. Так. Я хочу позвонить ему. Он хочет знать об этом. Так. Поставьте на паузу, пожалуйста, чтобы произнести эти предложения на английском, если времени не хватило. Давайте проверим, что получилось. We like to cook. They like to dance. She likes to play basketball. I want to call him. He wants to know about it. Так. Перемотайте, пожалуйста, в начало части проверка и произнесите одновременно со мной, стараясь работать над звуками, еще раз эти предложения. Так. Перейдем к следующей фразе. Do you work every day? Работаете ли вы каждый день? Когда мы спрашиваем кого-то о том, делает ли этот человек какое-либо действие, мы спрашиваем, делаете ли вы то, что я скажу дальше в предложении. Do you like chocolate? Любите ли вы шоколад, например? И так далее. Причем, что интересно, you – это не только ты. Вообще-то это вы. То есть you – это как несколько человек. You – всем вам. Я говорю всем вам. Но и также один человек. То есть когда-то в английском языке была форма ты, но она ушла со временем. Больше ее нет. Теперь мы, когда говорим you – это всегда вы. На самом деле это всегда вежливая форма you – вы. Да, как в единственном числе, так и в множественном числе. Итак, давайте потренируемся в порядке светской беседы. Делаете ли вы что-либо каждый день? Окей, вы увидите несколько предложений по-русски. Пожалуйста, произнесите английский вариант вместе со мной одновременно. Учитесь ли вы каждый день? Do you study every day? Работаете ли вы каждый день? Do you work every day? Готовите ли вы каждый день? Do you cook every day? Едите ли вы шоколад каждый день? Do you eat chocolate every day? Говорите ли вы по-английски каждый день? Do you speak English every day? I hope you do. Надеюсь, да. Поставьте, пожалуйста, на паузу и повторите ещё раз вопросы на английском. Окей. Перейдём к светской беседе. Делаете ли вы то, что скажу вам дальше в предложении? Итак, используйте подсказки. Читаете ли вы новости? Путешествуете ли вы? Любите ли вы овощи? Смотрите ли вы фильмы? Пьёте ли вы чай? Так, если времени было мало, пожалуйста, поставьте на паузу сейчас и произнесите эти вопросы на английском. Окей, давайте проверим, что получилось. Перемотайте, пожалуйста, в начало части проверка, чтобы произнести одновременно со мной предложение на английском. Отлично. Продолжим светскую беседу. Спросим о том, нравится ли вам то, что я скажу дальше. Используйте подсказки, пожалуйста. Готовы? Вперёд. Любите ли вы Италию? Любите ли вы веселиться? Любите ли вы ходить на прогулку? Любите ли вы просыпаться поздно? Любите ли вы проводить время с семьёй? Так, поставьте, пожалуйста, на паузу и произнесите эти вопросы на английском. Давайте проверим, что получилось. Do you like Italy? Do you like to have fun? Do you like to go for a walk? Do you like to wake up late? Do you like to spend time with family? Отлично. Перемотайте, пожалуйста, в начало части проверка, чтобы повторить вопросы на английском вслух вместе со мной. Отлично. Продолжим формат светской беседы. Делаете ли вы что-либо? Вы видите подсказки. Надеюсь, вы готовы. Начнём. Любите ли вы шоколад? Любите ли вы смотреть комедии? Любите ли вы ходить в спортзал? Любите ли вы читать книги? Любите ли вы путешествовать? Так, сейчас можно поставить на паузу и произнести эти предложения вслух на английском, если времени было мало. Давайте проверим, что получилось. Отлично. Поставьте на паузу, повторите ещё раз эти предложения на английском. Окей, хорошо. Теперь let's revise all of that. Проверим это всё ещё раз. Повторим ещё раз. Первое, что у нас было, это два действия подряд, мы помним, да? Причём с his, she, it добавляется с к действию, к глаголу, да? А с I, you, we, they у нас идёт глагол просто как в словаре. Итак, сейчас вы увидите предложение на русском. Пожалуйста, сразу же, как только вы его услышите, произнесите его по-английски. Все слова уже будут вам знакомы. Окей? Отлично. Приступим. Они любят читать. Мы хотим путешествовать. Мы хотим путешествовать. Она хочет спать. Так. She wants to sleep. Он любит работать. He likes to work. Я люблю смотреть комедии. I like to watch comedies. Поставьте, пожалуйста, на паузу, повторите ещё раз эти предложения на английском. Отлично. Теперь перейдём к вопросам. Вопросам в порядке, светской беседе. Do you work? I like every day. Итак, вы увидите предложение на русском. Постарайтесь сразу же, не задумываясь, назвать его на английском. Готовите ли вы? Do you cook? Любите ли вы веселиться? Говорите ли вы по-английски? Do you speak English? Спите ли вы каждый день? Едите ли вы овощи каждый день? Do you eat vegetables every day? Отлично. Отлично. Пожалуйста, поставьте на паузу, повторите ещё раз эти английские вопросы. Супер. And that was all for this part. К этой части всё. Так что скоро увидимся, друзья. Готовь, я не буду. Пока. Пока.